Чингис Хан один из самых известных, а также загадочных полководцев всех времен. Главная загадка, связанная с ним, это его захоронение. На протяжении столетий никто не мог обнаружить его, но кажется ученым это наконец удалось. Чингис Хан прожил достаточно долгую жизнь для времен, в которой он жил. Полководец скончался в 65 лет, неизвестно как умер Хан. То ли от внезапной болезни, то ли от климата Тангутского государства, которое он завоевывал перед смертью, то ли от падения с лошади. В любом случае это произошло в 1227 году. Чингис Хан еще перед смертью велел похоронить его там, где никто бы не мог найти его останки. Согласно разным источникам и легендам, после смерти тело Чингис Хана вернули в Монголию, к месту его рождения на территории современного монгольского Аймака Хэнси. Судя по всему, похоронили его возле реки Анон, где Чингис Хан вырос и родился. Только вот точное место расположения гробницы или могилы Хана никто не знал. Погребальный эскорт убивал абсолютно любого и каждого, кто встречался им на пути, чтобы не было никаких свидетелей. Вдобавок, после того, как рабы похоронили Хана, воины, сопровождавшие их, расправились с ними и бросили в общую могилу. По одной из легенд, затем воины в течение дня катались на лошадях над могилой, чтобы скрыть все следы и посадили над ней деревья. Согласно другой легенде, над могилой Хана проложили русло реки, чтобы это место было невозможно найти. Как бы то ни было, воины тоже не проболтались. Когда они вернулись в лагерь, их немедленно убили. В итоге никто не знал точное местоположение могилы Чингис Хана. Но не так давно ученые обнаружили очень любопытную находку. Сделали они это благодаря строителям, которые прокладывали дорогу недалеко от реки Анон в Аймаке-Хэнти. Они обнаружили братскую могилу, содержащую останки десятков человек, которые лежали на большом каменном сооружении. На это место были вызваны эксперты и археологи, которые выяснили, что место является монгольской королевской могилой 13 века. Учитывая местоположение братской могилы и датировку, лишь у Чингис Хана могло быть такое захоронение. Более того, ученые пришли к выводу, что многочисленные скелеты, скорее всего, принадлежат рабам. Именно их и убили воины перед тем, как покинуть это место. В центре захоронения был найден скелет мужчины, покрытый золотыми монетами. Видимо, это и есть сам Чингис Хан. Об этом говорит анализ, согласно которому главный скелет принадлежит человеку, умершему в возрасте от 60 до 75 лет. Вдобавок, в этой общей гробнице нашли скелеты женщин. Судя по всему, это жены и наложницы, которые должны были сопровождать Хана в загробной жизни. Видимо, одна из легенд оказалась правдивой. Могила находилась под руслом реки в течение сотен лет, пока течение реки Анон не изменилось в 18 веке. Как по мне, тут слишком много совпадений. Ученые еще не сделали официальное заявление, но почти со стопроцентной вероятностью они обнаружили имена останки Чингис Хана, за которыми охотились множество столетий. Посмотрим, окажется ли эта находка прорывной для научного исторического мира, а пока поговорим о самом Чингис Хане. Или точнее, Тимучине. Ведь именно так его на самом деле звали. Чингис Хан – это по сути титул. Трактовать его можно по-разному. По одной из версий, Чингис означает «Океан». Получается «Хан Океан», или в переносном смысле «Владыка мира». По другой версии, титул значит «Лучезарный Хан». Его Тимучин получил в 1206 году, когда объединил кочевые монгольские племена. Именно после этого он принялся за создание своего детища – Монгольской империи. Об этом знают многие. Многие знают, что империя была огромной, но знаете ли вы, насколько? Это самая крупная континентальная империя за всю историю планеты. На своем пике, уже после смерти Чингис Хана, она простиралась от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Ее площадь была около 33 миллионов квадратных километров. Это больше всей площади Африки. В общей сложности империя занимала 22% от площади всей планеты. Империя была настолько огромной, что после ее распада из нее образовалась другая империя – Китайская империя Юань, а также другие крупные территории. Более того, Монгольская империя была настолько громадной, что в нее входили слишком разные народы, которые не имели между собой вообще ничего общего. Захват земель был невероятно быстрым. За 25 лет Чингис Хану удалось завоевать больше земель и народов, чем солдатам Римской империи за 400 лет. Как именно Чингис Хану удалось все это сделать? Об этом чуть позже. Но для начала расскажу, почему вообще Чингис Хан стал таким, каким его запомнил мир. Говорят, все наши проблемы и травмы идут из детства. И случай Тимучина не стал исключением. Детство у будущего полководца было очень тяжелым. Предположительно, Чингис Хан родился в долине Делюн-Балдог на севере Монголии. Из-за своей юности испытал все сложности жизни в Монгольской степи. Он пережил немало тяжелейших моментов. Когда ему было 9, вражеский татарский род отравил его отца Ясугея. Вдобавок, его собственное племя позже изгнало его семью, заставив мать с семью детьми выживать в одиночку. Все знакомые люди отказались помогать пострадавшей семье. Тимучину приходилось охотиться и ловить рыбу, чтобы выжить. А будучи подростком, он расправился со своим сводным братом за то, что тот украл у него еду. Когда Тимучин был подростком, соперничащие кланы похищали как его самого, так и юную жену будущего завоевателя. В одно время Тимучин даже был пленником и фактически рабом. На него надели колодку. Две деревянные доски с отверстием для шеи, которые стягивались между собой. Колодка была тяжелым наказанием. Тимучин не имел возможности ни поесть, ни попить, ни даже согнать муху, севшую ему на лицо. Но ему удалось сбежать и скрыться с семьей от вражеских кланов. В итоге к Тимучину стали стекаться простые люди. У него появились свои войны, а сам он начал набирать влияние и популярность, и в итоге стал тем, кто объединил все племена. Возможно, именно тяжелое детство стало причиной желания отомстить всему миру. И именно поэтому Чингисхану удалось покорить земли и народы так быстро и эффективно. Во-первых, у Чингисхана было преданное войско – степные кочевники. Может, у них не было продвинутого оружия, но зато была железная дисциплина, которую установил хан. За многие проступки провинившихся ждала смертная казнь. Более того, она распространялась и на многих других. Например, если на войне один из десяти воинов отказывался вступать в бой, то казнили не только его, но и всю десятку. Если из тысячи отказывались идти сто человек, казнили тысячу и так далее. Особенно жестоко расправлялись с теми, кто бросал товарищей в бою. Чингисхан требовал от воинов полной взаимопомощи и взаимовыручки, а также следил за тем, чтобы все воины были максимально готовы к бою. Если у солдата не было при себе запасной тетивы, его могли наказать. Даже мелкие проступки карались достаточно сурово. Как итог, монгольская армия представляла собой единый организм. В интересах каждого было действовать эффективно, ведь иначе даже невиновного могла ждать смерть. Во-вторых, сами воины были под стать своему полководцу. Они были такие же безжалостные и жестокие. Многие походы Чингисхана были совершенно бесчеловечными. Воины не просто захватывали города, но порой сжигали их до отла, все население истребляли. Из-за этого некоторые народы сдавались еще до боя и примыкали к воинам Чингисхана. Ведь только так они могли остаться в живых. Более того, Чингисхан очень жестко расправлялся с обидчиками и теми, кто его как-либо оскорблял. Это лучше всего показывает история персидского города Нишапур, который отказался сдаваться и входить в состав Монгольской империи. При попытке захватить город, персы застрелили из лука Тагачара, воина Чингисхана и мужа одной из его дочерей. В качестве мести войска Чингисхана атаковали город повторно и уничтожили всех на своем пути. Сам город сравняли с землей, а в живых оставили только 400 ремесленников, которых взяли в плен. Очевидцы рассказывали, что после нашествия Чингисхана от городов оставались горы костей в буквальном смысле. Согласно исследованиям ученых, Чингисхан косвенно или напрямую виновен в смерти от 4 до 60 миллионов человек. По грубым оценкам, Чингисхан истребил примерно одну десятую населения всей планеты. Иногда Чингисхан и его войска уничтожали врагов особенно изощренно. Так произошло с захватом Хорезма, древнего государства в Центральной Азии. Изначально Чингисхан попытался наладить мирные отношения. В Хорезм направили дипломатов, которые надеялись установить торговый путь и закрепить дипломатические связи. Ведь через Хорезм пролегал Великий Шелковый Путь, и государство было важным в плане экономики. Но правитель Хорезма не поверил им. Он посчитал, что дипломаты являются частью монгольского заговора и казнил их. Он убил также и следующую группу, которую монголы отправили для переговоров. Чингисхан пришел в ярость, и в итоге его огромная армия атаковала и полностью разрушила Хорезм. Но Чингисхану этого было мало. После победы Хан отправил еще две армии, чтобы сжечь каждый замок, город и ферму в Хорезме. И убедиться, что ни малейшего намека на государство не останется в истории. Если верить преданию, Чингисхан даже пустил реку по новому руслу, чтобы она текла через место, где когда-то родился правитель Хорезма. Парадоксально, что Чингисхан устраивал расправу не над всеми, кто как-то переходил ему дорогу. Бывали и противоположные случаи. Например, история, которая произошла в 1201 году. Тогда Тимучин завоевал с монгольским родом Тайчуд, в котором был лучник Зургадай. Зургадай хотел прикончить Тимучина. Выстрелил в его коня и прикончил животное на месте. Упавшая лошадь придавила Тимучина, но он смог спастись. В войско Тимучина в итоге выиграла битву, а сам полководец потребовал выстроить перед ним всех пленных и спросил, кто выпустил эту стрелу. Зургадай оказался таким смелым, что сразу вышел. Признался, что стрелял он и намеревался убить полководца. В стиле Чингисхана было бы расправиться с ним на месте, но Хана так поразилась смелостью лучника, что вместо этого он назначил его командиром в своей армии. Зургадай получил новое имя – Джебе, что означает стрела. Впоследствии он стал одним из лучших военачальников Чингисхана и одним из его ближайших помощников. Все знают о том, сколько у Чингисхана было земель, какую империю он создал и так далее, но говоря обо всем этом, многие совершенно не думают о том, насколько богатым должен был быть Хан. И действительно, когда у тебя такая огромная империя со всеми потенциальными ресурсами, ты должен быть невероятно богат. Но насколько? Форбса тогда не было. Да и вряд ли Хан смог бы рассказать о своем капитале, ведь он был практически бесконечным. Но по данным современных ученых, с учетом массовых грабежей и захваченных территорий, состояние Чингисхана оценивалось бы в 120-130 триллионов долларов. Если это так, то он с отрывом занимает первое место среди самых богатых людей за всю историю человечества. Чингисхан захватил множество земель и может показаться, что он только и делал, что творил зло и не сделал ничего полезного для человечества. Но на самом деле это не совсем так. Чингисхан был одним из первых, а возможно и самым первым человеком, кто создал почтовую систему, а также курьерскую службу. В какой-то степени за современных курьеров мы должны благодарить именно этого монгольского правителя. Курьерская служба Чингисхана называлась ЯМ. Эта средневековая экспресс-доставка состояла из хорошо организованной сети почтовых домов, а также путевых станций, расположенных по всей Монгольской империи. Останавливаясь, чтобы отдохнуть или сменить лошадь на свежую, примерно каждые 10 километров курьеры часто могли проезжать расстояние до 300 километров в день. Курьеры доставляли и привозили товары, а также передавали важную информацию. В итоге эта система работала как глаза и уши Хана. Благодаря Яму Чингисхан был в курсе всех военных и политических событий в своей империи. Мог очень быстро реагировать на разные ситуации и поддерживать контакт со своей обширной сетью шпионов и разведчиков. Ям также помогал защищать иностранных сановников и торговцев во время их поездок. Почтовая система Хана поспособствовала развитию экономики, облегчила транспортировку товаров по шелковому пути и повысила качество и надежность обмена информацией. Даже иностранцы, которые бывали в Монгольской империи, восхищались эффективностью курьерской и почтовой службы. В то время это было нечто революционное и прорывное. Торговля и улучшение экономики – одна из главных заслуг Чингисхана. Он объединил шелковый путь в единую политическую среду, облегчил общение и торговлю между Северо-Восточной Азией, Мусульманской Юго-Западной Азией и Христианской Европой, а также расширил культурные контакты всех евразийских цивилизаций и народов того времени. Что касается культуры, хан старался всегда привнести элементы чужой культуры в собственную. Когда он захватывал очередной народ, то брал все самое лучшее от их культуры. Это отличало его от многих других захватчиков, которые просто уничтожали захваченную культуру. Вдобавок, полководец придавал большое значение умению читать и писать. Он приказал научить всех детей Монгольской империи читать, а также основал систему письменности в Монголии. Помимо Чингисхана, в истории существовали не менее загадочные и влиятельные люди. В первую очередь мы поговорим о Григории Распутине. Человеке, который по праву является одной из самых таинственных и загадочных фигур последних столетий. В случае с Распутиным даже не знаешь с чего начать рассказ. Поэтому я предлагаю сразу озвучить его основные заслуги. Он родился обычным крестьянином, но пришел к тому, что контролировал всю Российскую империю. Мужчина обладал силой исцелять больных, и даже лучшие врачи со всего мира не могли объяснить, как ему это удавалось. Григорий пережил множество покушений. В него стреляли, пытались заколоть и отравляли ядом. Он обладал силой пророчества и даже делал несколько умопомрачительных заявлений, в которые было невозможно поверить. Тем не менее, наступало время, и все они безоговорочно сбывались. К 1905 году репутация Распутина как мистического целителя и человека веры достигла императорского двора в Санкт-Петербурге. К нему стекались аристократы и выставляли на показ его в своих салонах и вечеринках. Распутин привлекал множество дам. Для них его грязная и неопрятная внешность, возможно, вызывала сильную, дикую подлинность, которая была подавлена аристократической жизнью. Согласен, здесь можно сделать практически однозначный вывод. Это был шарлатан, который пудрил все мозги и использовал свой статус для того, чтобы переспать с девушками. Но что вы скажете на эту историю? У пары, которая стояла во главе государства, родился сын Алексей. Он был младшим из детей и по совместительству наследником престола. К сожалению, у мальчика появились симптомы гемофилии, и родители не на шутку забеспокоились. Для решения проблемы были вызваны самые лучшие врачи империи, но никто не был в силах помочь Алексею. Никто, кроме Распутина. Его вызвали к себе Николай и Александр и рассказали о проблемах. Кто-то посчитает это за совпадение. Другие свяжут это с мистикой. Но каждый раз, когда Григорий был рядом с Алексеем, состояние мальчика улучшалось. Некоторые историки убеждены, что Распутин прибегал к гипнозу. Но этого никто так и не подтвердил. Императрица Александра даже и подумать о таком не могла. Она полагалась на Распутина, человека, которого она с величайшим почтением и восхищением считала спасителем своего сына. И знаете, что произошло далее? В письме, которое он написал Николаю II в конце 1916 года, он правильно предсказал свою гибель, а также падение династии Романовых. «Я чувствую, что оставлю жизнь до 1 января. Если твои связи приведут к моей смерти, то никто в семье. То есть ни один из твоих детей или родственников не останется в живых более двух лет, а они будут убиты русским народом». В ночь на 30 декабря 1916 года Григория убили. Сделала это группа дворян, в которую входил двоюродный брат Николая, великий князь Дмитрий Павлович. Прошло не более двух лет с момента гибели Распутина, и Николай II вместе со своей семьей оказался в подвале, где перед ними стояла группа большевиков. Как вы, наверное, знаете, произошел расстрел, и пророчество Распутина сбылось. Алхимик Фулканелли Помните такую штуку, как философский камень? Если вы думали, что он существует исключительно в фильмах и сказках, то приготовьтесь поменять свое мнение. Легенда о Фулканелли родилась в 1900-х годах в узком кругу парижских алхимиков-оккультистов. Его назвали настоящим философом огня, который, возможно, нашел секрет создания философского камня. Об этом алхимике мало кто слышал, но те образы и те данные, которые он рассказывал людям в своих писаниях, непременно создавали ощущение, что он что-то знает. Мужчина был уверен, что помочь создать философский камень ему должны статуи, все их наклоны, углы, каждый градус имеет значение. Мужчина учитывал все положения рук и вроде как, по его словам, пришел к разгадке. Тем не менее, его личность так и не была окончательно установлена. Все, что люди от него получили, так это книгу Тайна Соборов. Быть может, таким образом писатель просто приковывал к себе внимание. Ну или это все правда, и философский камень где-то спрятан по сей день? Ухмыляющийся человек В 1966 году в Нью-Джерси глубокой ночью два мальчика шли по дороге в сторону шлагбаума. Как вдруг один из них заметил за забором нечто странное. У существа был широкий оскал и ухмылка, а также маленькие глаза, которые неотступно провожали испуганных людей. Ребята тут же рассказали об этом родителям, а те доложили в полицию. Так как информации было мало, органы не стали слишком решительно действовать. И как показало время, зря. Вскоре данные об ухмыряющемся человеке стали поступать все чаще и чаще. А через некоторое время после встречи с ним и вовсе пропадали люди. На этом моменте сущность этого загадочного персонажа как будто бы испарилась. Создалось впечатление, будто он выполнил свою миссию и навсегда пропал. Так не удалось выяснить, кто это был и что ему было нужно. Чарльз Хэтфилд Вы сильно удивитесь, если я вам скажу, что в истории был человек, который продавал дождь? Думаю сильно. Это звучит довольно глупо и даже нелепо, но такой человек действительно был и это не шутки. Его звали Чарльз Хэтфилд. А история этого человека берет начало в конце 19 века. В то время одними из самых зажиточных людей считались фермеры. Оно и неудивительно, ведь все строилось вокруг сельского хозяйства. Во время урожая их прибыль могла исчисляться тысячами долларов, огромными деньгами по тем меркам. Тем не менее, в жизни каждого обладателя хозяйства были и неудачные дни. Дни, в которые на улице была полная засуха и как следствие растения не росли либо гибли. К сожалению или к счастью, у фермеров появился спаситель. Им стал Чарльз Хэтфилд, мужчина с уверенностью предлагал людям вызвать дождь. Это что у него получается, был контакт бога воды или каким вообще образом он собирался это делать? Как-то так, наверное, реагировали на его предложения практически все люди, услышавшие об этом впервые. Но находились и те, кто выбирал более рискованный путь, платил Чарльзу деньги и ждал осадков. Вы удивитесь, но осадки реально появлялись на следующий же день. Как говорил сам Хэтфилд, он с детства увлекался метеорологией. Метеорологией, химией и физикой. В один момент, когда он колесил по миру и продавал швейные машинки, ему в голову пришла гениальная формула. Он попробовал ее реализовать и получил какую-то тайную смесь, состоящую из 23 элементов и способную вызывать дождь в конкретной местности. Честно признаться, я не совсем представляю, как это вообще выглядело. То ли он стоял и поджигал ее как огонь, чтобы элементы доходили до облаков, то ли он выпрыскивал это в небо, то ли распылял элементы над территорией, где заказали осадки. В любом случае, гадать можно бесконечно. Мужчина скончался, но так никому и не рассказал о своей секретной формуле и о том, как он ее вывел. Известно лишь то, что к нему обращались даже представители некоторых стран. А в одном из случаев он вызвал настолько сильный дождь, что даже затопил целый город и принес ущерб, оцениваемый в более чем 3 миллиона долларов. Леди Бабушка Такое прозвище носила таинственная женщина, которую заметили на одном из видео с убийством президента Кеннеди в 1963 году. Название Леди Бабушка появилось по той причине, что она была в платке, характерном для русских женщин пожилого возраста. Женщину обнаружили лишь спустя некоторое время, и начав собирать этот пазл, поняли, что она с высокой долей вероятности имела к этому дело какое-то отношение. К примеру, в момент, когда все это произошло, Леди Бабушка стояла напротив кортежей и держала в руках камеру. Все вокруг начали паниковать. Все, но только не она. Она закончила свои дела и молниеносно скрылась, сохранив свою личность в секрете. Позже ФБР распространила рекламные объявления, в которых просила женщину сдать фотопленки, чтобы помочь в расследовании. Однако она не откликнулась на призыв. Попытки найти ее самостоятельно также не увенчались успехом. В 1970-м некая Беверли Оливер сделала заявление, объявив себя Леди Бабушкой. Но ее не восприняли всерьез, поскольку ее история была противоречивой. А самой большой нестыковкой было то, что она утверждала, что использовала модель камеры, которая попросту не существовала в том году. В общем, надеюсь, что вам было интересно. Если так, то ставьте лайк и подписывайтесь.